Всем привет! И сегодня я расскажу вам, какие тренировки в зале делают лыжники. Вообще, с приходом в сборную России по лыжным гонкам Маркуса Крамера, лыжники в тренажерном зале выполняют всего две вещи. Первое – это тренировки на максимальную силу, и второе – это статодинамика. В принципе, статодинамика в основном выполняется перед упражнениями на максимальную силу, поэтому в этом ролике вы увидите сразу и статодинамику, и упражнения на максимальную силу. Поехали! Статодинамика тренирует косые мышцы живота, которые нужны нам для одновременно бесшажных ходов. Я не уверен, сколько уже времени эта методика существует в сборной России по лыжным гонкам, однако я точно знаю, что особенно актуально все эти упражнения были при подготовке спортсменов к Олимпиаде в Сочи. Что представляет собой статодинамика? Это набор упражнений, каждый из которых длится обычно 45 секунд, и 15 секунд отводится на отдых. Каждое упражнение повторяется два раза. Хочу сделать небольшое отступление. Что статодинамика, что максимальная сила – все эти упражнения пришли к нам из простого фитнеса. И даже я, когда ходил в обычный фитнес-ван, в сеть фитнесов в моем родном городе, как раз я ходил на занятия, в которых тренер преподавал эту статодинамику. Причем на такие тренировки обычно ходят женщины, и, например, я зачастую был там единственным спортсменом мужского пола. Так что все эти упражнения делают и женщины за 40, и женщины, которые очень толстые, и которые вообще к спорту не имеют никакого отношения. И поэтому вам может показаться, что в статодинамике нет ничего серьезного. И, в принципе, так и есть. Даже если вы выполняете все идеально правильно, в дальнейшем вы можете абсолютно вообще отказаться от 15-секундного отдыха и делать упражнения по минуте без отдыха вообще. И после этого, когда эти упражнения уже вообще не будут представлять какой-либо нагрузки, все равно не стоит их делать каждый день. Максимум это там 2-3 раза за 7-дневный тренировочный цикл. Очень много почему-то спортсменов бездумно делают их там по 2 раза в день. Смысла в этом нет. Тренировки со своим весом, они, конечно, очень эффективны, но делать именно статодинамику каждый день не стоит. Итак, представьте, что вы после тяжелого трудового дня едете в вагоне поезда. Вы очень хотите спать, и усталость вас одолевает, и вы засыпаете. Обычно это происходит вот так. Так, вы сидите прямо, потом засыпаете, засыпаете, вот так вот скрючиваетесь какое-то время так, спите. А потом внезапно вы просыпаетесь, и происходит что-то типа вот этого. Резкий такой скачок, резкое выпрямление, напряжение всех мышц. Вот что-то подобное из себя и представляет статодинамика. Да, конечно, далеко не все упражнения представляют собой резкое напряжение всех мышц. Однако, как я уже сказал, всех их в любом случае объединяет то, что они тренируют верхние косые мышцы живота. Первое – это велосипед. Тут важно очень ровно лечь спиной на вашу поверхность, чтобы сюда не пролезла ладонь и вообще ничего. После чего руки назад, напоминаю, спина ровно, прямо, и делаем велосипедик. Итак, второе упражнение. Руку за голову и локтем этой руки мы должны докоснуться до колена другой ноги. При этом свободной рукой мы тянемся в сторону, в которую мы делаем упражнение. При этом мы меняем направление ладони. Если ладонь смотрит вверх, соответственно, когда мы делаем упражнение, ладонь вы должны повернуть вниз. Напоминаю, что каждое упражнение нужно делать по два раза, соответственно, два раза на левую ногу, два раза на правую ногу. Третье упражнение. Руки за голову и подъем тела. Четвертое упражнение. Упираемся локтем руки в коврик, ногу на ногу. В этом упражнении очень важно, чтобы ваше тело составляло ровную линию, чтобы, то есть, ваша задница была ни сзади, ни спереди. И поднимаем тазовую часть. Как вы можете заметить, мой тест не опускается до конца на коврик. Если вам это упражнение делать легко, то вы можете поднять свободную ногу. А теперь всеми любимая планка. В этом упражнении, опять же, главное, чтобы ваше тело составляло ровную линию. Так стоит 45 секунд, но при этом мы выполняем следующее упражнение ногами. Ногу на ногу. Следующее упражнение как раз имитирует тот самый сон в вагоне метро. Так что, если вы часто спите после работы или учебы, то частично вы даже тренируетесь. Руки в таком положении. Таз, опять же, назад никуда не уходит. Ловим равновесие. Тело вниз. И резко выпрямляемся. Это упражнение больше на мышцы-стабилизаторы. Если делать его правильно, на самом деле это составляет некую трудность. Для следующего упражнения вам понадобится ассистент и трех- или пятикилограммовый мяч. К сожалению, в данный момент у меня сейчас ни того, ни того в наличии нету. Поэтому буду пользоваться подручными средствами. Первое упражнение. Ассистент. Бляж! Итак, вам ассистент кидает мяч немного в сторону, чтобы как раз выловили его где-то здесь. Вы его ловите. Вы его ловите и кидаете ему обратно. Соответственно, так он кидает 45 секунд. В левую сторону 15 секунд. Отдыхаете опять 45 секунд в левую сторону. И также на правую сторону по два раза. Сразу потом мяч вам могут кидать вот где-то вот здесь вы будете его ловить. Вы немного назад с ним отодвигаетесь и выбрасываете его вашему ассистенту. В этом упражнении очень главное соблюдать одно важное правило. Чтобы мяч вы выкидывали где-то вот в этом положении, даже чуть-чуть раньше, из-за головы. Очень многие поднимаются и выкидывают мяч как-то вот отсюда, от груди. Нет, именно из-за головы. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok